Врач-терапевт-кардиолог Татьяна Гебатулина и врач противоболевой терапии Александр Гебатуллин работают в Хасанской центральной больнице. Их семья – пример крепкого медицинского союза. Они познакомились во время учёбы в медицинском университете. На пятом курсе поженились. И вот уже на протяжении 16 лет живут, как говорится, от душа в душу. Вместе идут в одном направлении. А общая профессиональная деятельность только укрепляет их брак. Мы всегда работали вместе в одних больницах и в одних и тех же клиниках. Мы консультируем друг друга и обсуждаем, и делаем маленькие медицинские советы в нерабочее время. Конечно, очень хорошо, что мы оба доктора и друг друга понимаем. Полноценно. Ну, то есть, у нас взаимопонимание в этом плане очень хорошее. Работать в Хасанскую ЦРБ Татьяна и Александр приехали совсем недавно. Дружный коллектив больницы встретил семью врачей очень радушно, благодаря чему они быстро освоились в новом для них учреждении. Атмосфера доброжелательная, коллектив хороший. Конечно, нагрузка на врачей большая, потому что неполный состав врачебный. Но администрация над этим работает. Но те врачи, которые есть, они на самом деле врачи. И они любят свою профессию, они любят пациентов. Важен каждый человек, что это не просто так, что он пришел для галочки, а что о человеке заботятся, что о нем думают, что идет какое-то обсуждение, что и к тебе обращаются за советом, и ты можешь обратиться за советом. Александр Гебатулин работает врачом-терапевтом. Принимает пациентов с острыми хроническими болевыми синдромами. Проблема боли – это проблема, находящаяся на стыке медицинских специальностей. То есть у нас, у пациентов, может быть, два основных типа болевого синдрома. Это так называемый мышечно-скелетный болевой синдром, когда болят мышцы, суставы или кости. Это когда возникают боли в спине, позвоночнике или в крупных суставах. Боли знакомы всем. Болит шея, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника, кости таза, коленный сустав, тазобедренный, плечевой. Боли такие тянущие, боли ноющие, трудно ходить, трудно разгибаться. Это мышечно-скелетный болевой синдром. Он связан с большим количеством заболеваний. И есть нейропатические боли, боли, которые связаны с заболеваниями нерва. Все знают, что защемил оседалищный нерв. Стреляет в ногу, ногу жжет, поясницу болит, нога не имеет. Это нейропатические боли. Я занимаюсь комплексной терапией и того, и другого болевого синдрома. Несмотря на то, что Александр Гебатулин работает в Хасанской ЦРБ только месяц, прием у него расписан на несколько недель вперед. Александр Александрович – очень опытный специалист. Проходил стажировку в различных медицинских учреждениях, как в России, так и в Южной Корее и США. Он уверен, главное в лечении пациентов – это конечный результат. Моя задача – улучшить качество жизни человека, чтобы болевой синдром не мешал ему жить. Его нужно убрать, ослабить, контролировать, настолько, насколько это возможно, чтобы человек жил свободно, не испытывая боли. Или боль была минимальной, контролируемой, чтобы она не мешала качеству жизни человека. Помочь пациенту и улучшить качество его жизни стремится и Татьяна Гебатулина. Она трудится в кабинете медицинской профилактики. К ней обращаются пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями. Татьяна Евгеньевна также замещает должность терапевта и кардиолога. Работать приходится много, но врач не жалуется. Такая у нее профессия – людям помогать. Да, для меня важно увидеть результат, чтобы пациент это почувствовал, чтобы у него не было ощущения, что действительно он пришел и сам не понял, зачем пришел. Он должен почувствовать эффект. Ему действительно должно стать легче. Ну и, соответственно, если я не могу этого дать, то я должна его отправить туда, где ему эту помощь предоставят. Да, для меня это важно. Вместе работают, вместе и отдыхают. В их большой дружной семье трое детей – сын Романа и дочери Анастасия и Алиса. Гебатулины любят прогулки всей семьей вместе с домашними питомцами. Уделяют время и спорту. У каждого человека должен быть режим труда и отдыха. И на данный момент, что здесь есть море. Поэтому это ежевечерние прогулки с нашими собаками. Мы регулярно это осуществляем. В выходные дни – это такие долгие прогулки. Опять же, к морю мы ходим. А так мы очень активная семья и мы любим горы. Много где были. Любим море и плаваем на сапах. Любим путешествовать вообще, в принципе. Одно из наших любимых мест – это Алтай. В День медицинского работника в нашей стране чествуют людей, посвятивших себя благородному делу – сохранение жизни и здоровья граждан. А еще в этот день мы имеем возможность выразить огромную признательность, уважение и благодарность врачам, медсестрам, санитаркам и всем работникам здравоохранения. Дорогие коллеги, от всей души хочется поздравить всех с праздником Днем медицинского работника и пожелать вам благодарных, хороших пациентов, удачных и интересных клинических случаев, успешных результатов вашей терапии и хорошей, сплоченной, дружественной атмосферы в вашем коллективе. Это благородная и прекрасная профессия. С праздником, дорогие коллеги! Да, я хочу сказать, что это очень здорово, что вы есть, что мы есть, и пациенты – это прекрасно, заботьтесь о них, но и не забывайте о себе, потому что о себе тоже нужно заботиться, и никто, кроме вас, этого не сделает. С праздником вас! Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Олег Кудинов. Новости Славянки.